Всем привет! Сегодня я хочу коснуться такого лесного растения как вереск обыкновенный. Это вечно зеленый кустарничек высотой до 50 сантиметров, цветет с июня по сентябрь. Растение требует кислой почвы и сухое место с легкой тенью. Посадку проводят или ранней весной или ранней осени, чтобы вереск успел хорошо прижиться. Глубина посадки не должна быть более 20 сантиметров. Растение отлично украсит альпинарий и ракарий, гармонирует с хвойниками и аккуратно выделит садовые дорожки. С давних времен вереск применялся в виноделии, пивоварении. Высушенные побеги и цветы используются как наполнитель для ароматных подушек и для составления зимних букетов. Кроме декоративных свойств вереск обладает антибактериальной активностью. Растение используется как противовоспалительное, мочегонное, желчегонное, отхаркивающее, успокаивающее и снотворное средство. Вереск способен обеззараживать мочевыводящие пути. Используется при почечно-каменной и желчекаменной болезни, ревматизме, подагре, водянке. Настойку травы используют при туберкулезе легких, при сердечных заболеваниях, а также при бессоннице. Наружно настоем травы промывают плохо заживающие раны в виде полосканий, при ангине, стоматитах, а также в виде ванн, при ревматизме, подагре, ушибах и переломах костей. Заготавливают сырье в августе-сентябре во время цветения. Срок хранения сухого сырья 1 год. Вот такое чудесное и лечебное растение растет в наших лесах буквально у нас под ногами. И сейчас еще не поздно поехать в лес и собрать и насушить такое прекрасное растение или взять саженец для своего огорода, дачи, сада. Субтитры создавал DimaTorzok